Илья Цилютин и главный тренер украинской сборной Тамары Токмачёва обещали родителям Софии, что будут следить внимательно к ней относиться как к дочери и следить за ней не только в бассейне, но и в личной жизни. Звонили ей и проверяли, когда она дома, чтобы в 9 вечера была дома, потому что ситуация была такая, что в 2014 году она уехала из родного Луганска в Киев. Родители остались в Луганске, она одна жила в родном Николаеве, а мама большую часть времени проводит в Киеве. Отец, как она сама признавалась, муж её переживает по этому поводу. И были моменты, когда я говорил, всё, возвращайтесь все обратно в Николаев, мне такая жизнь надоела. Но понимая, какие перспективы в первую очередь у Алёши Середы, всё-таки родители делают такой выбор и принимают такие решения. Но есть такие варианты, как у Софии Лоскуна, и София может здесь побороться за первое место. Посмотрим, как оно всё получится. Таких вариантов на самом деле много, и в синхронном плавании в том числе. Вот мы сейчас вспомнили, много спортсменов переезжают в нашу столицу, в том числе Наталья Ищенко, которая из Калининграда, но совсем юного возраста, приехала в Москву, жила очень-очень в эмпийском резерве, тренировалась здесь. И сейчас... А потом, когда они попадают в сборную, просто закрывают на кругу. И никуда они оттуда не деваются. Кстати, ей большой привет. Сейчас она министр спорта родного Калининграда. Великолепная, прославленная, да. Сихронистка, ну, у нас сейчас сборные такие же прославленные. И вот эти взять...